и теперь это у нас пятизвездочный новин пик ну естественно гулять по самому курорту здесь много троп чем я думаю мы и займемся ну и вот вам первая выгода вот нашего отеля а точнее от его месторасположения это мы находимся сразу же на горном маршруте нам никуда двигаться не надо мы сразу вышли и вот отель у нас буквально вот там и мы пошли вперед по горному маршруту вот он у нас здесь пишет продолжение маршрута над нами канатная дорога пролегает она идет туда выше обалденные виды обалденная погода на улице вообще прилично разогревает женщина у меня впереди она побыстрее меня но смотрите какой подъемчик хороший все будем преодолевать потом скажу впереди у нас смотровая вот такая башня забираемся на нее смотрите какие потрясающие виды открывается уже отсюда а тут еще есть что не знаю насколько вам видно получается мы вот пришли вот от этих домов вот и теперь вот через ту тропинку и теперь нам нужно еще будет уйти вон туда мы прошли где-то треть пути а может четверть идем дальше красота друзья ну надеюсь мы забрались на самую верхнюю точку того маршрута которого мы выбрали мы выбрали один из самых простых тропа здоровья ну и вот туда уже видите указатель там идет уже элемент красный красная уже трасса это уже повышенной сложности к водопаду поликаря мы же сейчас спускаемся вниз вот желтая стрелка написано отель и оттуда мы там пришли вот и туда вот сейчас вниз пойдем отсюда даже не совсем видно но здесь конечно виды потрясающие просто мы уже практически на уровне облаков то есть надо дальше куда-то выше подниматься что-то смотреть вот здесь приятное с полезным совмещаете горы как на ладони свежий воздух лесистая местность здесь солнце не так сильно печет потому что вот как раз прикрыты и вот туда вверх пошла эта красная трасса а мы сейчас вниз 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 резко вниз также почти практически резко как мы и поднимались вперед долго ли коротко ли мы идем вниз спускаемся посмотрите здесь какой шикарный лес здесь вообще просто вот такое ощущение что дремучий дремучий лесосады вот тут написано единственное что хочу сказать после дождей трасса здорово подразмокла и но в каких-то местах даже вот такое ощущение что она недостаточно безопасно для прогулок солнце здесь не пробивается и вот просто где-то сырые места глина хотя тут и вроде бы и это щебенка гравий но тем не менее где-то нога бывает что ну начинает ползти но в принципе если аккуратненько нам не торопясь то все в принципе неплохо когда сухо конечно здесь более комфортно и так время 5 вечера и мы идем ну вот на этот шоколадный вечер что ли так кофе брейк посмотрим что это такое чем нас будет угощать все это проходит в холле вот здесь небольшой такой есть закуточек уголочек вот здесь у нас есть так это чайный наборчик юлиус май точек маленькие пирожные калатушки и шоколадный фонтан фонтан можно зефир можно банан фондюшки сделать в общем то все садимся и угощаемся на первом же этаже есть детская комната небольшая ну и так занять можно чем-то думаю что здесь наверно какой-то возможно и аниматор есть но сейчас здесь свободно рядом с детской находится и лыжная комната то есть лыжи можно оставить здесь ну а здесь уже волконский кто такой волконский я честно говоря не знаю сладенького мы поели все вкусно много конечно же не съесть но наверное не надо много есть вышли прогуливаемся ну вот вам пожалуйста еще один плюс вот этот десерт он ежедневный для всех гостей отеля но хотелось бы сказать на любой концепции концепция здесь одна здесь только завтраки могут быть потому что обед и ужин ресторан работает до 11 часов но он уже только по меню то есть он не включается ни в какую систему питания впереди поехал электромобиль этот электромобиль он тоже принадлежит ну отелю скажем так сети отеля OlaCore вот которому принадлежит вот и Ibis у которого он остановился и наш Moving Peak и Новотель и еще тут и Rixos ну и следующий бонус от отеля то есть по карточкам которые у нас ну входные ключи электронные мы можем пользоваться подъемником который не вверх а только вниз то есть вот вниз в Красную Поляну мы можем безлимитно ехать поэтому чем мы сейчас в общем-то и воспользуемся сейчас мы поедем туда и можем кататься в общем-то как ну как на отельном транспорте это тоже плюс конечно на популярных курортах всегда возникает если не проблема то какой-то вопрос а где поесть чтобы ну не остаться без штанов потому что понятно это курортная зона здесь цены везде высокие кафе и ресторанов здесь очень много выбирайте пожалуйста на свой вкус но средний чек будет ну достаточно высоким где какой выход найти выход можно найти подыскав те кафе те точки питания где не очень много народу если спрос небольшой соответственно и цены будут ну более или менее демократичны такой вариант мы вот нашли во вьетнамском ну кафе фо вьетнам называется видите здесь никого абсолютно нет вот такую мы с креветками тарелку взяли большую вот такая тарелка фобо это еще больше ну и вот в общем то цены смотрите фобо 400 рублей вот это у меня называется бунхайса 500 ну еще принесут что-то типа салата но там еще будет и рис 450 итого 1350 в общем то полноценный обед ужин что вы хотите и сытно и первое и второе все у вас здесь есть но опять же не забывайте что это острое поэтому кому-то может не подходить спасибо большое вот и что и здесь тоже креветки и кальмары ну тут и есть какая-то зелень потому что отдельно вот просто взять если салатов их здесь нет в меню друзья ну постепенно вечер у нас становится томным и неумолимо клонится к своему закату сегодня день был насыщенный конечно вот это горная тропа она ну нормально так сил забрала несмотря ни на что конечно мы ну в общем то еще на ногах и не падаем время сейчас десятый час вечера вот то есть мы облачились в халатике кстати сказать очень-очень-очень мягкие прям такие активы очень приятные завтра у нас запланирован запланированное одно мероприятие пока о нем не скажу почему потому что это еще один будет бонус от отеля и этот вот бонус плюс ну я думаю что он наверное на дорогого стоит не сказал я сколько у нас стоит проживание в этом отеле проживание стоит у нас 7 600 сутки с завтраками я уже говорил что другого варианта питания здесь нет если хотите пожалуйста по меню в ресторан можно прийти и взять то что вам нравится ну либо смотрите тут есть варианты и другие и здесь на этой высоте и соответственно ниже если спуститься в эстасадок на этом я сегодняшний день заканчиваю с вами прощаюсь до завтрашнего дня надеюсь что завтра погода будет хорошая и то что мы задумали у нас все получится и это я вам обязательно покажу всем пока отца у нас у нас вы не 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 вы Продолжение следует...